Что касается в целом, операция продвигается в соответствии с теми планами, которые были установлены, то есть с определенными корректировками, связанными с ситуативной составляющей, связанной с поведением, запредельным в плане международного права, методом ведения войны со стороны противника. Почему? Потому что, когда противник прикрывается гражданским населением как живым щитом, конечно, это вносит корректировки в действия наших военнослужащих. Соответственно, на определенных участках они действовать должны крайне аккуратно. Ну, а это определенные моменты, которые нужно учитывать. На сегодняшний день освобождено 239 населенных пунктов. Что касается Авдеевского направления, то идет позиционная борьба на трассе в направлении Константиновки. Также немаловажными являются наши определенные успехи на севере республики, что касается Красного Лимана, что касается Светогорска, в рамках союзнических усилий, то есть все, что связано вокруг Славянска. Если мы говорим об обстрелах Донецка, что это действительно были варварские обстрелы, причем касающиеся именно гражданского населения, касающиеся жилых кварталов, абсолютно все районы Донецка были под обстрелами. Причем били хаотично, где-то с определенным умусом. Мы это видим, когда обстреливались детские сады, школы. Безусловно, здесь необходимо было провести определенные корректировки в наших действиях, связанные с усилением контрбатарейной работы, что было реализовано. И мы видим в последние дни спад этих обстрелов, что касается обстрелов в Донецке, Макеевке, Ясиноватой, Горловке. Но окраины Донецка и Горловке, определенные районы, все же еще пока под обстрелами. То есть они попадают, у противника хватает вооружения, и хватает, наверное, и боеприпасов для того, чтобы наносить эти удары. Но наше подразделение делает все возможное, чтобы такой возможности физических не было, даже когда они захотят, даже когда они получат соответствующий приказ, чтобы реализовать его они просто не могли. Это основное направление, где сейчас ведется работа. Много раненых среди мирного населения после этих обстрелов, потому что я знаю, что у нас доктора некоторые больницы просят, чтобы мы привезли серьезную аппаратуру для лечения именно гражданских раненых. Вот нам канал Майора Генерал помог закупить, сейчас мы для НВХ покупаем, для больницы Калинина, для травмы, серьезную аппаратуру, вот именно там дерматомы. То есть это когда они мне прислали фотографию ребенка, у которого просто обгорела вся кожа, и в общем, это вот такие чудовищные ранения получают дети и гражданские, я так понимаю, да? Ну, я вам скажу, за период сначала специальной военной операции погибли 199 человек, из них 12 детей, и около тысячи человек уже ранены за этот период.